Здравствуйте! Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Далее коротко о главных темах выпуска. Упавшие краны деревья, затопленные улицы. Что еще натворила стихия в Барнауле после экстремальной жары? Стремительное первое и последнее. Почему уголовное дело барнаульского перевозчика бесчастного перекочевало в другой суд? Чудики, характеры, пироги и награды. Как прошло закрытие шукшинских дней на Алтае? Число утонувших на Алтае продолжает расти. Так только за минувшие выходные на водоемах произошло несколько трагедий. Одна из них в Рубцовске. Там из реки Аллея водолазы поисково-спасательного отряда извлекли тело мужчины. А в Горном Алтае 28 июля Катуни унесла жизни двух детей и одного взрослого. 13-летний мальчик вместе с матерью гулял по берегу реки, оступился и упал в воду. Женщина прыгнула за ним, но ребенка унесло течение. Тело подростка до сих пор не обнаружили. Другой ребенок утонул, когда попытался спасти своего отца от утопления. Оба попали в глубокое место и оба ушли под воду. Девочке было 12 лет. Подчеркнем, что только в Алтайском крае, по данным МЧС, за этот летний сезон утонуло уже больше 20 человек, в том числе четверо детей. В Барнауле до сих пор устраняют последствия непогоды. Накануне краевую столицу накрыл мощный ураган. Повалены десятки деревьев, сорваны вывески, из-за сильного потока воды слетело несколько люков. В нашем обзоре происшествия расскажем подробнее. Барнольские водопады, сорванные люки, забитые ливневки и поваленные деревья. Мощный ливень и ветер накрыли краевую столицу. Больше всего пострадал центральный район. Так после урагана выглядит территория возле дворца бракосочетания на проспекте Ленина. На месте, где обычно фотографируются молодожены, ветер повалил деревья. Пострадали обручальные кольца. Удивительно, что в результате происшествий никто не пострадал. Так в Октябрьском районе упал башенный кран, который заблокировал проезд. Чудом обошлось без трагедии в парке центральный. Там очевидцы сообщают об упавшем дереве. Еще вчера городские службы начали устранять последствия непогоды. Работы продолжаются и сегодня. Задействовано больше 60 единиц техники и порядка 100 рабочих. Граб реально пошел. Ничего не видно. Больше всего ливню радовались дети. Вот такие кадры сняли на Южном Лосихинском проезде. А на улице Малахова резвиться в дождевых водах детям помешали сотрудники госавтоинспекции. Всего во время вчерашнего ливня выпало 13 миллиметров осадков. В Новосиликатном жильцы не могли попасть домой. Замкнуло домофон. Ничего нету. И тут же в Новосиликатном большая вода зашла в подъезд. Впоследствии непогоды ощутили на себе не только водители и пешеходы. Барнаул и Новосибирск сегодня утром накрыл сильный туман, из-за чего пришлось задержать десятки рейсов и направлять самолеты на запасные аэродромы. Добавим, что на ближайшую неделю синоптики не обещают осадков, а вот жаркая погода еще сохранится. Ирина Корчагина. День с толком. Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, обвиняемого в даче взятки экс-зам главы Барнаула, направили в другой суд. Такое решение огласили сегодня в зале суда индустриального района Барнаула. Заседание продлилось полчаса. Отметим, это первое и последнее слушание по перевозчику в суде индустриального района. Уголовное дело передали в суд центрального района. Причиной смены локации, как озвучили в зале суда, стало то, что предполагаемая передача денег произошла именно в центральном районе Барнаула. После слушания мы попытались узнать позицию защиты Бесчастного, однако адвокат подсудимого воздержался от комментариев. Мы, в свою очередь, напомним, что бизнесмена обвиняют в даче взятки бывшему дорожному вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, в 2020 году Бесчастный через посредника передал 2 миллиона рублей председателю комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антону Шеломенцеву. Деньги полагали за покровительство и победу в конкурсах на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Сам экс-замглавы уже полгода пребывает в СИЗО. Его дело рассматривает суд индустриального района. Что касается Бесчастного, то он находится под подпиской о невыезде и ожидает даты слушания в центральном районном суде. Валентина Аскерова. День с толком. Незаконную добычу рыбы пресекли на Алтае. В ходе рейда сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров, которые поймали 89 рыбин различных видов. Двое мужчин в возрасте 53 и 54 лет при помощи лодки с мотором и ставных сетей незаконно добывали рыбу на реке Бея в Горном Алтае. Оперативники изъяли у них орудия промысла и добытую рыбу. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Добавим, ущерб природным ресурсам оценивается в 25 тысяч рублей. По всей стране накануне почтили память детей, которые стали жертвами войны в Донбассе. Алтайский край не остался в стороне. О том, сколько детей пострадало из-за военной агрессии с 2014 по 2022 год, смотрите в следующем сюжете. Белые шары – как символ памяти. Так в Барнауле вспоминают невинно погибших детей Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне СВО субъектов. Их истории шокируют. На акции зачитывают лишь некоторые из них. Как двухлетний ребенок погиб под завалами дома. Или как 16-летний парень погиб, закрывая от пуль свою маму. Вообще трагедия, когда умирают люди, невинные люди, взрослые и пожилые. Но когда трагедия, смерть касается ребенка, это вдвойне страшно. Мы понимаем, что это сотни детей, которые больше не пойдут в детский сад, которые не сядут за школьную парту. По официальным данным, с 2014 года по 2022 на Донбассе руками киевского режима убито около 300 детей. Более 24 тысяч признаны потерпевшими. И еще тысячи детей бесследно исчезли. Митинги, посвященные маленьким жителям Донбасса, накануне прошли по всей стране. В том числе и в Луганской Народной Республике, где сейчас находятся представители Алтайского края. Давайте помнить, не забывать и знать, что от нас взрослых зависит то, какое будущее будет у наших детей. Несмотря на огромные расстояния, которые разделяют наш край и новые регионы, Алтай не остается в стороне. Теперь уже ежегодно наш регион принимает детей из ДНР и ЛНР, которые отдыхают в лагерях, знакомятся с историей и культурой страны. Уже для многих жителей края эти дети никогда не будут чужими. Я видел ребятишек, которые даже когда началось СВО, встречали нас с влагами. Давали какие-то конфеты, угощения. Мы, в свою очередь, давали свои судьбопедии. Я сам отец и слезы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле накануне «В последний путь» проводили Анатолия Кириллина – писателя, журналиста и просто хорошего человека. Те, кто пришел на прощание, отзывались о нем, как о настоящем жизнелюбии – отзывчивом, улыбчивом, очень общительном. Даже когда настигла болезнь, он находил силы, чтобы не говорить о ней все больше о важном и насущном. Его творческое наследие еще оценят, уверены коллеги по писательскому цеху. С фото на тех, кто пришел проститься, смотрит красивый мужчина в самом расцвете сил. Знающие говорят, что Анатолий Кириллин всегда выглядел гораздо моложе своего возраста, старость будто обошла его стороной. При этом его жизненные и творческие пути были долгими. За свои 76 он успел поработать журналистом на радио, корреспондентом и ведущим популярнейшего в свое время телевизионного канала «ТВ Сибирь», стать довольно известным прозаиком и продолжительное время возглавлять краевую писательскую организацию. Башунов, Свинцов, Кириллин. Его уже давно ставят в один ряд с патриархами литературы. Я тут не ставлю знак равенства, может быть, хотя, может быть, его и стоило бы поставить. Там Шукшин наше все, это понятно. Но для нас, литераторов Алтая, Барнауна, Кириллин тоже наше все. И он, сколько он руководил писательским союзом, это все чувствовалось, его интеллигентная и сильная рука. Ясность ума и способность говорить о важном, не о своей болезни, сохранялась до последних дней жизни Анатолия Владимировича, вспоминают коллеги. И вот этот стержень, вот эта, ну, я бы сказала, такая духовная сосредоточенность, это, кстати, термин, который когда-то применяли к Шукшину. Ну, его уход в Шукшинские дни, мы все тут между собой говорим, это тоже какое-то особое совпадение, да. Она у него тоже всегда была, включая, знаете, какие-то детали, что даже когда он уже тяжело болел, я понимала, что ему даже лежать больно. Встречая кого-то из нас, гостей, он совершенно с прямой спиной сидел за столом на табуретке и даже чай наливал сам. Он был жизнелюбный. И он, по жизни, вот у него улыбка вот эта Толина была. И проза у него такая была, и проза у него была достаточно изысканная была. Не тяпляп, вот как на коленке где-то пишется, а такая, вот она красивая. И там чувствовалась, конечно, интеллигентность. Эту интеллигентность и отзывчивость чувствовали и мы, когда общались с Анатолием Владимировичем. А еще огромное обаяние, которым обладал этот человек. К его 70-летию мы делали сюжет. Он был бодр, шутил и планировал отпуск в теплые края. Очень любил путешествовать. А еще отмечал, что с возрастом все больше ценит в людях искренность. Телефон не замолкал двое суток. Интернет, конечно, спасибо. Причем поздравления такие были, очень много искренних по-настоящему. И от людей, которых я очень люблю и дружбу с которыми ценю. Проститься с Кириллиным пришли десятки тех, кто любил и ценил его. В разговоре с нашей съемочной группой они отмечали, очень надеются, что родственники писателя его литературным наследием распорядятся достойно, чтобы произведения Анатолия Владимировича были доступны. Они пылились в коробках и шкафах. Татьяна Голубева, Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле впервые пройдет спорта-киада учащихся России. Краевой столице выпала честь принимать у себя финалы по трем видам спорта. Шахматы, кикбоксинг, гребли на байдарках и каноа. В них примут участие более 600 юных спортсменов из более чем 50 субъектов страны. Что интересного будет на соревнованиях? И когда первые старты, расскажет Дмитрий Дроздов. 12-я летняя спорта-киада учащихся России проходит во многих городах нашей страны. И впервые в Барнауле финал по трем видам спорта. Шахматы, кикбоксинг и гребли на байдарках и каноа. Для каждого из юных участников эти старты могут стать отправной точкой в большой спорт. Все спортивное сообщество понимает то, что нам нужно готовить всегда резерв, потому что рано или поздно все равно мы будем участвовать на Олимпийских играх. И, быть может, вот эти вот ребята будут участвовать уже к следующей Олимпиаде, готовиться. И это вот тот возраст, который нужно поддержать, создать условия, чтобы они видели и стремились повышать свое спортивное мастерство. Раньше всех начнут баталии шахматисты. Противостояние команд из 16 регионов страны начнутся уже 3 августа в Краевом шахматном клубе. В составе каждой сборной двое юноши и две девушки. Соревнования будут проходить по швейцарской системе в 7 туров. Далее кикбоксинг. Файтеры будут выяснять отношения на ринге 7 и 8 августа. Встречи начнутся с 1-8 финала и с 10 утра. Поединки будут проходить в спортивном комплексе Победа. Что касается соревнований по гребле на Байдарках и Каное, то турнир пройдет с 7 по 10 августа на дистанциях 1500 метров. Алтайские спортсмены уже приступили к тренировкам, а вот гости прибудут в Барнаул 6 августа. И уже в этот день выйдут на воду. Начиная с завтрашнего дня мы будем знакомить вас с видами спорта более подробно. Не пропустите. Дмитрий Дроздов. День с толком. В сростках завершились шукшинские дни на Алтай. Закрытие всероссийского фестиваля посетили тысячи гостей, в том числе почетные. Среди них дочь и внук Василия Макаровича, именитые деятели искусства и многие другие. На малой родине Шукшина побывала и наша съемочная группа. Вот так громко и задурно сростки встречают гостей шукшинского фестиваля. Ко дню рождения Василия Макаровича и его малая родина традиционно становится местом встречи тысяч туристов. Обычно Тихое село превращается в эпицентр культурной жизни на Алтае. Здесь подводят итоги кинофестиваля, устраивают концерты, проводят конкурсы народного творчества. Еще одна традиция – ярмарка ремесленников. На нее съезжаются мастера со всей России. Елена Канашец приехала на Алтай из Амурской области. На фестиваль сростки она привезла коллекцию уникальных брошей. Изделия выполнены в технике гальваника. Выглядят такие аксессуары весьма необычно. Если называешь процесс электролиза или гальваника, а что это? Вы пшикаете металлом? Ну, всем рассказываю, и всем интересно. Даже вот таким детям. Я говорю, вот смотри, был простой лист, как в той сказке, был простой, а стал железный. Погни его, какой он крепкий стал. Детям тоже нравится. Познакомиться с работами мастеров, прикупить интересные вещицы, да и просто с любопытством прогуляться по торговым рядам. Ярмарка чудики – настоящая сокровищница талантов. Ну, в первую очередь, это эмоции. Мастер, он для того и творит, чтобы люди восторгались его работами. Это идет как подпитка, ну и продвижение наше самобытного творчества. На особенно оживленной в этот день улице Советской можно встретить и звездных гостей. Писатели, кинематографисты, продюсеры, именитые деятели культуры. Финал шукшинских дней – поистине встреча старых друзей. Я еще была здесь, когда не было вот этого колоссального памятника. Привозила сюда моих детей из театра «Бэмби». Много было встреч, много было рассказов. И я счастлива, что я сегодня здесь, на Алтае. До музея Шукшина посетили первые лица края. Шукшинские дни на Алтае – не только знаковые события для отечественного кинематографа, но и культурное наследие всей страны. Фестиваль проходит при поддержке правительства Алтайского края и Министерства культуры Российской Федерации. Для нас очень важно, я хочу сказать, что все вместе здесь мы в эти дни объединяемся и вспоминаем и Василия Макаровича, и его творчество, его личность, его судьбу, его очень важные вещи, которые он сумел сформулировать и донести и до своих современников, и до будущих поколений. Дочь Василия Макаровича Шукшина. В качестве почетного гостя на родину отца приехала Мария Шукшина вместе со своим сыном. Она рассказала, что лучшим произведением отца считает сказку «До третьих петухов». В ней заложено мистическое пророчество. Ее сын Фотий Шукшин. А монастырь в сказке – это духовность народа. Это и вера, и культура, и кинематограф, и литература. Это и театр, и даже эстрада, и телевидение. Ну, в общем, все то, что по канонам должно обращаться к душе человека, все то, что должно трудиться над его восхождением и возрождением. И, конечно же, зритель – тропа на пикет к памятнику Шукшина не зарастает уже долгие годы. Чтобы подрогать большой палец ноги у скульптуры земляка, выстраивается очередь. Вся Россия идет к Шукшину. Мы прошли сейчас в эту большую гору на пикет. Еле забрались, но получили колоссальное удовольствие. Это настолько захватывает, аж дух захватывает. Такая ярмарка, такие мастера, такие поделки. Вообще и народу, и концерт. Все понравилось, очень понравилось. Впечатление моря, конечно. И вот кульминация – награждение лучших фильмов 26-го Шукшинского фестиваля. Главный приз номинации «Полнометражное игровое кино» достался картине «Последняя цена» режиссера Наура Гармелия. А специальный приз к кинофестивалю взяла лента под названием «Командир». Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. Самых метких биатлонистов определили в минувшие выходные в Барнауле. В открытом региональном первенстве по летнему биатлону приняли участие 130 спортсменов из Алтайского края и Новосибирской области. А поддержать ребят приехала настоящая легенда биатлона. Четырехкратный олимпийский чемпион и 11-ти кратный чемпион мира Александр Тихонов. Подробности в сюжете. Силы на нуле, но эмоции запредельные. За лидерство пришлось хорошо потрудиться. Во-первых, пробежать тяжелую трассу с многочисленными подъемами и спусками. Во-вторых, максимально сконцентрироваться, чтобы выстрелить четко в цель. На огневом рубеже пять мишеней и столько же попыток. Было сложно, соперники сильные, стрельба мне далась хорошо. Сколько в мишене попало? Все. Этот турнир для спортсменов особенный. Оценить их атлетизм и действия у огневого рубежа приехала настоящая легенда биатлона. Александр Тихонов четырехкратный олимпийский чемпион и 11-ти кратный чемпион мира. По его словам, у сегодняшних спортсменов есть все возможности для достижения высоких результатов. У нас таких условий никогда не было. Мы сами вешали мишени, сами делали щиты и зимой, и летом. У меня очень много фотографий. И пристреливали сами, и все прочее. Но было самое огромное желание, невзирая ни на какие условия, добиваться побед. Моя твердая уверенность, что талантами не становятся ими рождаются. Мы не сможем писать стихи, как Пушкин. И после Пушкина, у нас 225 лет, второго Пушкина пока нет. Переносство края по биатлону ежегодно объединяет легенд спорта и юных биатлонистов. Это подтверждает тот факт, что биатлон в Алтайском крае на высоком уровне. Что касается обмина, опыта, тренерский состав там своими делится секретами. Ну и ребятишки соревнуются, когда с представителями других субъектов. Это тоже дает хороший результат. По итогам двухдневных биатлонных баталий лучшие получили медали и кубки. А главное, у всех участников была возможность встречаться с легендой спорта. Это хорошая мотивация ребят на большие успехи. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. И на этом у меня все новости. Я напоминаю, телефон нашей редакции 205 545 через несколько секунд о погоде. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok